Добрый день, уважаемые зрители! В эфире программа «Четверть часа» в студии Дмитрия Бродовиков. В конце июля на Валаме прошел пятый Свято-Владимирский фестиваль «Просветитель». Тысячи людей приехали на Святой Остров, чтобы насладиться прекрасным пением. Игумен Валамского монастыря, епископ Панкрати, отметил, «Фестиваль «Просветитель» дает возможность современному человеку прикоснуться к миру вековой православной культуры России, Греции, Сербии, Болгарии, Грузии и многих других стран. Он позволяет нам снова и снова убедиться, что традиция церкви есть не отжившая древность, но живая реальность, в которой сердцу открывается Бог». Как прошел фестиваль в этом году, узнаем из сюжета видеостудии монастыря. Пресвятая Богородица, спаси нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! На Валааме прошел пятый юбилейный международный Свято-Владимирский фестиваль «Просветитель», который запомнится гостям и паломникам, как яркое событие этого лета. Два дня на певческом поле Валаамского монастыря звучала дивная музыка. Множество коллективов и солистов радовали приехавших на остров и смотревших интернет-трансляцию своим прекрасным пением. Приветственное слово всем организаторам, участникам и гостям прислал президент России Владимир Путин. Он отметил, что благодаря фестивалю происходит приобщение молодого поколения к многообразию православной музыкальной культуры, к богатейшему историческому и духовному наследию России. Уверен, что и нынешний юбилейный фестиваль пройдет на высокой творческой ноте и оставит самые добрые впечатления. Запомнится теплой, душевной атмосферой, всегда присущей Валаамской обители, 30-летие возрождения которой широко отмечается в этом году. Искренне желаю вам успехов и благополучия. Владимир Владимирович Путин. Также с приветственным словом выступил игумен Валаамского монастыря, епископ Панкратий. Он сказал, что веками поколения наших предков следовали евангельскому вдохновению, которое дало миру неисчислимый сон святых, возвигло чудные храмы и монастыри, создало музыкальные гармонии, соединившие красоту распева с молитвой. Я от души сердечно всех вас приветствую. Желаю всем участникам, особенно тем, кто будет уступать с этой сцены, вот этого святого вдохновения, о котором я говорю. Чтобы это святое вдохновение было не только во время исполнения тех песнопений, которые вы сейчас будете здесь пить, но и во всей вашей жизни. И не только у тех, кто будет петь, но и у тех, кто будет слышать. Спасибо вам большое. В этом фестивале приняли участие коллективы из России, Сербии, Армении и Болгарии. Впервые в истории фестиваля выступил и хор братьев Валаамского монастыря. Мы не профессионалы в плане музыки, но те песнопения, которые мы хотим предложить вашему вниманию, настолько богаты своим духовным содержанием, что мы хотим просить вас обратить в первую очередь свое внимание не столько на распевы, сколько на слова, исполняемых молитв. И, соединяя свои сердца с этими словами, возносить их вместе с хором к Богу. Ведущим программы был народный артист России Дмитрий Певцов. Он побывал на Валааме впервые и поделился своими впечатлениями. Мне очень нравится то, что происходит на фестивале. И вот сам Господь нам такую погоду посылает прямо. Радуйся, веселись и пой православные песни. Я рад, что меня вообще сюда позвали. У меня это честь, большая честь. И возможность побывать здесь, потому что я знаю, что своей косностью, леностью и огромным количеством дел, якобы неотлагательных, я бы сюда сам не приехал. Ну вот, слава Богу, спасибо тем, кто меня позвал. Я здесь, я очень рад. За пять лет фестиваль «Просветитель» уже стал музыкальной традицией острова Валаам. Большое количество коллективов желает приехать сюда в эти дни. Хотят многие, но приезжают лучшие. Впечатления самые положительные на Валааме действительно не бывают часто, конечно. Но я здесь не первый раз. Я на Валааме уже четвертый раз. Но на фестивале впервые. И каждый мой приезд – это самые лучшие впечатления. Ну а какие они могут еще быть здесь, на Валааме? Потому что здесь прекрасно все. Начиная от природы, заканчивая такой благостной атмосферой. Я всегда говорю о Валааме, о душе. И сегодня будет, я не знаю, может быть, седьмой, восьмой, десятый раз, чтобы я говорила о Валааме. Я все уже, все уже сказала. Но просто я не могу просто найти слово, сказать и все, что новое. Это просто я чувствую себя другим человеком, когда я здесь. И вот и все. На Валаам я приезжаю уже третий год подряд, чтобы участвовать в этом большом событии в фестивале «Просвидитель». В этом году он юбилейный и отличается своей размахой, широтой. И, конечно, для меня посещение Валаама – это особое событие. Во-первых, не только фестиваль, но и участие в литургии, оно оставляет глубокий след, глубокие впечатления. И сегодня даже мне удалось, Божьей милостью, позвонить на монастырской колокольне. Множество паломников и гостей посещают Валаам в дни проведения фестиваля, чтобы услышать прекрасную музыку и наполнить свою душу светом. Дивные песнопения, дивный остров Валаам – на душе у всех радость. Пятый международный фестиваль «Просветитель» завершился, но грядет новый в следующем уже 2020 году. Приезжайте на Валаам, здесь вам всегда рады. Пятый международный фестиваль «Просветитель» в следующем уже 2018 году. Пятый международный фестиваль «Просветитель» завершили, что был в следующем уже 2020 году. Повитель сердцу благодую, Повитель мира в снах сей. Сыграйте горы, Павла, 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 Павла. Павла, 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 Павла. Очень часто можно услышать от священников в ответ на вопрос, как привести близких людей в храм, начать с себя, чтобы окружающие могли оценить, как изменился ты сам и твоя жизнь. Стал ли ты лучше, добрее, заботливее, спокойнее, рассудительнее, или все так же думаешь о себе, но только тешишь себя мыслями о возвышенном и божественном? С чего начинаются эти перемены и как в полной мере исполнить заповедь о любви к ближним? Об этом в своей проповеди рассуждает архиепископ Пятигорский и черкесский Феофилакт. Давайте послушаем Владыку. Господь никого из нас и никогда не забывает, не оставляет. В каком бы мы ни оказались состоянием и в каких бы изменениях ни оказалась наша жизнь, Бог всегда находится рядом с нами. Или, правильнее сказать, рассматривает наш изнутри, потому что и Священное Писание говорит нам «Царство Божие внутри вас есть». Итак, в сегодняшнем Евангелии мы видим, как люди приносят ко Христу расслабленного человека. Первое, что обращает на себя внимание, это то, что дружба, искренние отношения других людей никогда не бывают напрасны. И если эти отношения искренние, то не только можно этими отношениями устроить сколь-нибудь свою физическую жизнь, опираясь на своих друзей, но еще больше искренняя дружба, искренняя любовь другого человека является еще и источником благополучия и утешения для души, изменения жизни духовной. Вот что сегодня мы слышали в Евангелии. Когда больного человека принесли ко Христу, то Господь говорит этому человеку, что «прощаются тебе твои грехи, потому что Господь увидел веру других людей». Всегда. Когда человек живет верой, то сила этой веры, ее благодатный свет, удивительная, всепроникающая любовь от этой веры всегда касается других людей. Если рядом с тобой человеку другому становится легче, значит, ты воистину верующий человек. Напротив, если рядом с тобой человеку становится тяжелее, и если твое присутствие для других людей всегда является присутствием уныния, упаси Бог, соблазна, или каких-то других тяжелых обстоятельств, как говорят о человеке, невыносимо быть рядом с ним, значит, с его верой что-то не то. Она глубоко больна, поражена, не имеет, должно быть, никакой силы. И вера людей, которые приносят ко Христу больного человека, помогает этому человеку, делая самое драгоценное, то, что не видно человеческому глазу. Бог прощает грехи этому человеку. Но это прощение, которое Господь дает другому человеку, начинается от деятельной, жертвенной, трогательной, настоящей любви тех людей, которые находятся рядом. По-другому скажу, сначала прощает человек, затем прощает Бог. Помните в молитве «Отче наш», которую мы ежедневно повторяем перед именем Божьим. «И остави нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим. Сначала прощаю я, а затем бываю прощен сам. Сначала дружу я, затем дружат со мною. Сначала люблю я, а затем любят и меня. Сначала я начинаю умолиться, а затем молятся рядом со мною. Сначала я становлюсь настоящим, достойным человеком, а затем рядом со мною оказываются настоящие люди, меняют себя, становятся лучше, становятся верными, становятся подлинными». Уважаемые зрители, на этом время наша программа подошла к концу. Я благодарю вас за внимание и до встречи в эфире телеканала «Союз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok